Срочные новости, это в очередной раз внезапное включение, у меня опять подгорело, блядь! В левом углу ринга у нас... В правом углу ринга у нас... В очередной раз разгорелся пожар, на этот раз на просторах киноблогинга. Вероломно, чуть ли не в 6 часов утра, канал Культоса нанес неожиданный удар по каналу Сокола. Это несмотря на то, что до этого канал Культоса за подобные действия уже подвергался коллективному осуждению. Не сыграл здесь и никакой роли союз между двумя каналами, заключенный ранее, для раздела сфер влияния по Симпсонам. Силы союзных каналов были направлены на то, чтобы остановить стремительную экспансию агрессора, однако внезапно они потерпели поражение и были вынуждены отступить. Эмоций и веры оказалось недостаточно. У противника были гораздо более мощные орудия. Факты, логика и 5-часовой обзор на 8 эпизод Звездных Войн. Через какое-то время Культос помнил об этом событии на своем стриме, от чего у Соколова подгорело, и он записал ему ответку, от которой подгорело уже конкретно у меня, да и у Культоса самого тоже. Столько там было передергиваний и пиздежа, что фактически в какой-то степени мне показалось, что я нашел очередной контент от обзорщика фильмов, который можно опровергать самим же фильмом, который он обозревает, ну в данном случае стримом. На самом деле на эту хуйню Культос уже сделал обзор, довольно долгий, поэтому я не вижу смысла вообще рассматривать этот ролик. Скажу просто свое отношение конкретно к Соколова. Мне вообще всегда было непонятно, какого хуя этот персонаж набрал такое количество подписчиков, потому что у него вообще ноль харизмы, выражает он далеко не какое-то оригинальное мнение, я бы даже сказал довольно популярную точку зрения, что в этом блогере вообще можно любить. Однако один момент перечеркнул у меня вообще какой-либо интерес к этому каналу и возможно когда-нибудь мимолетное желание все-таки, ну, подписаться и посмотреть, что же это такое. В первом фильме была толпа аморальных молодых людей, которые, поправ все предупреждения, продолжают грязно и порочно себя вести. Блутый разврат еще со времен Содома и Гамора не приветствовался обществом, и они получили по заслугам. В этом и прелесть, их наказывают, кто бы что ни говорил, но все в глубине души понимают, что аморальное поведение должно быть наказано. Вот тут кровь и мясо и черный юмор как нельзя к месту. Я ничего не имею против слэшеров, конкретно подчеркну, меня просто забавляет конкретное рассуждение самого человека. Что происходит во второй картине? Пираньи нападают на простых посетителей аквапарка, на родителей, на детей. А еще фильм над этим всем шутит. Стоп! Что бы вы там не снимали? Какую бы хрень вы там мне показывали? Запомните вот что. Нельзя просто так убивать толпу ни в чем не повинного народа. Ну то есть, понимаете, подростковая, юношеская озабоченность, она достойна того, чтобы поубивать их всех нахуй. Я опять же повторюсь, я ничего не имею против жестокости, конкретно в самом фильме, мне похуй. Я в какой-то степени даже, наверное, любитель подобной всякой хуйни. Я акцентирую внимание на конкретно самих рассуждениях человека, и я просто поражаюсь, учитывая то, что в этот же самый момент он говорит, что он наметист. Я придерживаюсь атеистических взглядов на жизнь. Откуда у человека в таком случае может взяться такая пиздецовая пуританская мораль? Я поражаюсь просто количеству говна в его голове. Но с другой стороны, это вполне себе объясняет реакцию того же Сокола на миньет Егору Криду в русском Детройде. Я бы хотел видеть сломанные челюсти у создателей этого ублюдского, оскорбительного убожества, которое посмело именоваться комедией. Бр... Бр... Я не понимаю, что вызвало у него такую реакцию. Ох, если бы мне попались создатели этого грёбанного фильма под названием «Неидеальный мужчина», я бы взял что-нибудь тяжёлое такое и как следует размазать бы их. Возможно, это какие-то проблемы из детства. Тем не менее, я не просто так записываю это видео, потому что Культос, ты тоже ёбаный шиз. Весь стрим, где Культос обсуждал свой конфликт с Соколовым, он пытался дать понять, что у него на самом-то деле было неплохое отношение к этому человеку, и он где-то даже его защищал. Относясь к нему, ну, как к такому бумеру, среднестатистический бумер так себя, в принципе, и ведёт, и в этом нет ничего плохого. Окей, но другой вопрос, а нахуя ты его задел-то вообще тогда? С таким же успехом можно было ждать, когда у видеоблогеров отрастут шары, и они научатся формулировать мысль, как есть. А не таким образом, чтобы, не дай бог, никого не оскорбить, а то вдруг отпишутся, может, может. Это всего лишь моё мнение. А вот вы сходите в кино сами, сформулируйте своё мнение. А это всего лишь моё мнение. Это мнение. Просто обожаю эту фразу, господи. Для тех, кто не знал, в том числе и я, оказывается, это были коронные фразы Сокола, на которые у него, по всей видимости, какие-то авторские права. Ну, это прям, никаких ассоциаций, да? И нет, Культас об этом, оказывается, знал. Он это сделал намеренно. И если вы посмотрите переписки, которые Культас прикладывает к своему ролику, то вы увидите, что основная претензия Культасу шла не из-за того, что он считает фильм объективно плохим. Хотя это так и есть на самом-то деле, я с этим полностью согласен. И более того, у меня у самого есть свой любимый обзор на эту хуйню от одного специфичного фарчановца. Но, тем не менее, основные претензии Культасу шли не из-за того, что он считает фильм плохим, и не из-за того, что он считает свое мнение полностью объективным, а из-за того, что он, ну, в какой-то степени, фактически наехал на других блогеров. И я не понимаю, Культас, нахуя, если ты относился в хороших отношениях с этими людьми? Ну, ты же прекрасно отдаешь себе отчет, что это нормисы и бумеры, что они пожилые, впечатлительные, и от такой хуйни у них вполне себе может случиться разрыв сердешка. Зато у него есть и яйца. Угу. А вот того органа, который к этим яйцам прилагается, по всей видимости, не было. Да, тут, конечно, так совпало, и люди, с которыми-то сразу оказались идиотами. Мне в руки попала эта прекрасная книга, которую написала Виктория Кисимяка. В общем, главный герой попадает в ад, где становится адвокатом. Понимаете? То есть тут даже на обложке выделено адвокат. Давным-давно, много-много тысяч лет назад, была тьма. И сказал бог, что будет свет. И пригласил бог ангелов, чтобы они вкрутили лампочку. Антон, ты знаешь, сколько нужно ангелов для того, чтобы вкрутить лампочку? Вообще не важно. Сколько их не будет, все равно все сядут вокруг нее и будут молиться или играть на своих дурацких арфах. Смотрите, я открываю рандомный момент и пытаюсь читать. В тот момент я понял, что совершенно не готов лично узреть очередное сошествие Христа в ад. И мечтал лишь о том, чтобы сбежать. Мы, юристы, редко бываем конфликтными по характеру в реальной жизни. Кому хочется конфликтовать бесплатно, если стандартная ставка за профессиональный конфликт... Тут три! Три раза в одном предложении употреблено слово конфликт! Я рандомно открыл! Я рандомно... Но отбрасывая эти моменты, вот реально, стоило ли раздувать из разных точек зрения вокруг фильма слона и портить отношения с людьми, с которыми у тебя они были хорошие? Тем более, что на самом деле у тебя есть такой фильм, который ты считаешь хорошим, но на деле объективно он является говном. Люди в черном интернешнл не сосет! Более того, это иронично, но на самом деле я бы мог прикрутить к этому еще и яйца. Дело в том, что во время шутки, когда на экране показывающим инопланетян нам палят каких-то известных селебрити, в российском прокате показывали топо. И вот это поворот, люди, которые состоят с ним в дружеских отношениях, стали этот фильм хвалить. Да, я завидую. Естественно, я завидую. Кто бы не позавидовал? Я тоже хочу. Кто из вас не хочет? Я не вижу смысла это отрицать. Это интересно, потому что на деле говна в фильме даже больше, чем в восьмом эпизоде Звездных Войн, из-за которого, собственно, я разгорелся срач. И если это не так, и фильм объективно на самом деле не сосет, мне бы на самом деле было бы интересно услышать от Культоса его разбор. Потому что в сторону того, что фильм на самом деле говно, у меня есть свои аргументы. Начнем, пожалуй, с персонажа. И дело в том, что главная героиня это ебаная Мэри Сью, что становится заметным чуть ли не с самого начала. Судите сами. Гениальный хакер, атлетка и комсомолка, которую чуть ли не с руками сначала расхватывают во всякие спецслужбы. Единственный недостаток, она ведет хиканский образ жизни, но ей это и не надо, потому что все это время она готовила себя к Виллу Смиту. Самостоятельно, в одиночку, через какие-то программы вычисляет секретную базу ЛВЧ, где ее практически с улицы берут на работу и сразу же отправляют филиал в Англии, чтобы, как потом выяснится, она распутала заговор против всей организации ЛВЧ, если не всей планеты Земля. Придя тут, ей тут же моментально достается какой-то красавчик. Да и вообще, на протяжении всего фильма ее в буквальном смысле все любят и боготворят. В определенный момент охранник одной их злодеек оказался чуть ли не знаком с главной героиней по маленькому эпизоду в детстве. Вот это неожиданная случайность! Вот так повезло-то! А, да, еще она сходу может хакнуть инопланетный летающий скутер, который видит впервые. По сравнению с оригинальным негром из первого фильма, единственное преимущество которого было разве что то, что он смог догнать какого-то очень шустрого пришельца, она просто лютая имба. Ее напарник это в буквальном смысле просто красавчик-идиот. И он больше абсолютно ничем не выделяется. На протяжении всего фильма ему также говорят, что он как-то изменился, но при этом в фильме нам не показывают как. Вообще в принципе. Единственный эпизод из его прошлого, где они с местным директором ЛВЧ ликвидируют местных особо опасных пришельцев, он никак не раскрывает эту тему, нам не показывается характер, собственно, этого персонажа. Культус в этом плане приводит аргумент, что между персонажами есть какая-то химия и дружба, но типа в Охотниках за привидениями 2016 года между персонажами тоже была какая-то дружба. Но типа это не делает фильм хорошим. О, а это кто у нас тут? Хо, привет! Ничего себе неожиданная встреча. Если вы помните, в оригинальном фильме главным злодеем был, собственно, гигантский таракан. И, собственно, в этом была какая-то своя фишка. Огромный гигантский таракан оказался в человеческом обществе, да еще и в южных районах, где полно насекомых, с которыми люди, собственно, борются. И его это очень сильно трогает. Сам таракан ходит в импровизированной человеческой коже, которую он снял с какого-то рандомного Реднерика, что в какой-то степени доставляет ему неудобства, потому что сам он больше этого Реднерика где-то, наверное, в два раза. Все это в какой-то степени делает этого главного злодея, ну, если не каким-то объемным персонажем, то хотя бы запоминающимся. Что у нас здесь? Поначалу в роли злодеев выступают приглашенные звезды хип-хопа, которых можно характеризовать единственным словом имба. В буквальном смысле они больше абсолютно ничем не выделяются. Это просто неубиваемые пришельцы, которые могут простым движением руке менять агрегатное состояние вещества. За каким-то хуем, правда, в самом начале они приходят к местной мини-колонии пришельцев, чтобы нанять там убийцу. непонятно зачем, потому что с этим делом они вполне себе успешно справляются и сами, и им фактически ничего за это не случается, но тем не менее по итогу это злобное зло устраивает еще и мини-геноцид. Все это, видимо, нужно для того, чтобы вставить фильм маленькое миленькое существо, на основе которого будут сделаны игрушки. Потом на короткое время нам все-таки представят местное подобие, ну, все-таки какого-никакого злодея, а именно местная торговка оружием, а потом буквально через пару минут ЛВЧ снова будет бороться со злобным злом, на этот раз представляющий из себя огромное нечто, которое может порабощать чужой разум и заставлять разных существ мутировать. Если вы помните первых людей в черном, потому что там были всякие странные пришельцы, то можете расслабиться, здесь ничего подобного нет. Ну, там, знаете, пришелец, который пытался вместе с мигрантами из Мексики пересечь границу, продавец из ломбарда, у которого отрастает голова, роды, которые пришлось принять Уилл Смиту, ничего подобного в фильме нету. Ну, разве что нам покажут живую бороду и несколько пришельцев на самой базе ЛВЧ, ну, это уже святое. Подчеркиваю, под инопланетной хуетой я имею ввиду не каких-то злодеев, которые, ну, закономерно будут инопланетянами в фильме про секретную организацию, следящую за пришельцами на земле. Нет, я имею ввиду конкретно всякие штатские ситуации. И таких моментов здесь не просто мало, но они даже показаны довольно беззубо. То есть, ну, помните, все это было с таким налетом мерзости. Здесь такого нет вообще. Сюжет в Людях в Черном делает такое, его можно уместить буквально в несколько слов и, на самом деле, не обязательно как-то подробно разбирать. Если уместить его буквально в пару слов, то у нас получится сюжет говно. Но если чуть поподробнее, то следующее. Мэри Сью после вербовки и знакомства с местным красавчиком отправляется на свое первое задание выгулять инопланетяя на голубых кровей, который решил набухаться. Внезапно оказывается, что этот инопланетянин хочет передать красавчику какую-то информацию, а именно то, что оказывается среди людей в Черном есть шпион. Ну и также собирался передать ему некую еба-пушку, но внезапно выясняется, что красавчику больше нельзя доверять и он передает все это Мэри Сью, умирая от рук местных имбовых злодеев. Далее Мэри Сью и красавчик устраивают свое личное расследование по обнаружению собственно убийц этого самого пришельца и оно заводит их в пустыню. При этом, что надо подчеркнуть, Мэри Сью никому не раскрыла, что ей было передано еба-пушка, однако это вскрывается и ЛВЧ устраивают на них охоту, как на предателей. Во время этого путешествия у Мэри Сью эту самую еба-пушку спиздили и они отправляются ее вернуть, что у них естественно получается и теперь после удачного возвращения контрабанды назад они возвращаются обратно в организацию героями, то есть изначально они эту контрабанду спиздили, а потом вернули и им не просто ничего не сделалось, а они вернулись героями. Хуенно. Более того, эти моменты вообще спокойно можно вырезать из фильма, потому что в них не происходит ровным счетом нихуя. Разве что разговор с имбовыми злодеями, из которого выясняется, что они не совсем злодеи, а враг на самом деле это директор людей в черном, чей разум был подчинен местными зергами. Но охуен. Кто-то скажет, что таким же образом можно описать и первые фильмы, что типа там тоже можно вырезать середину и вставить только начало и конец, но нет. В первом фильме происходит распутывание цепочки событий. Здесь хуета. Этот момент интересен наверное только мне, однако я хочу его вставить, может быть он заинтересует и вас. Если вы помните, я лично помню это только из-за того, что только что пересматривал первый фильм, в определенный момент агент Кей рассказывает об истории собственной ЛВЧ и упоминает некое событие случившееся в 50-х, которое и сподвигло собственно правительство создать организацию по надзору за инопланетянами. Так вот, рофл заключается в том, что огромное количество с мистификацией вторжений инопланетян происходило именно в 50-е. Это, например, и Розуэльский инцидент. Для тех, кто не в курсе, якобы летающая тарелка когда-то наебнулась, прилетели какие-то секретные спецслужбы, забрали этих инопланетян по некоторой версии прямиком на зону 51 и там вскрыли. Из чего до нас якобы дошел фильм о вскрытии инопланетян. На самом деле просто мистификация. Ну, я думаю, объяснять-то не надо. Огромное событие, огромное количество событий, связанные так или иначе со всей этой хуйней происходили именно в 50-е и на которые отсылается массовая культура. Я бы мог на самом деле сделать видео по этому поводу. Я давно порываюсь. На мой взгляд, уфология это не просто какая-то тупая хуйня, это тупая мемная хуйня и так или иначе ее надо донести до обычного зрителя. Что еще кстати интересно, в 50-е же был организован проект «Синяя книга». Организован он был в ВВС США для собственно изучения феномена НЛО. По его окончанию все дружно заявили, что пришельцев не существует. Ну, я думаю, это вы и ожидали услышать. Так вот, первый фильм отражает атмосферу именно что секретной организации, подтирающей неудобные следы прямиком из как раз того самого времени. И люди, например, там не просто тупые, это сделано не просто так, это именно что в какой-то степени степ над подобными конспирологическими теориями. Во всех остальных сиквелах подобного больше нет. И более того, секретная организация, которая просто подтирает следы присутствия пришельцев на планете Земля, превратилась в секретную организацию, которая в буквальном смысле может вылезти у вас из толчка. Атмосфера убита. Так вот, мне реально интересно увидеть от Культаса обзор, почему Люди в Черном Интернешнл действительно объективно хороший фильм, так как я этого не заметил. И я на самом деле не хотел поднимать подобную хуйню, но внезапно она всплыла прямо в том самом ролике по Людям в Черном. Для тех, кто не в курсе, хотя странно, что вы не в курсе, если вы наткнулись на этот конфликт, но тем не менее у Культаса есть второй канал, где он собственно в основном рассказывает о том, как игровая индустрия загибается, какие лутбоксы и микротранзакции в играх плохие, что их вообще надо запретить. Это довольно прикольно слушать, особенно попивая свой чаек во время игры. Что это у меня такое в телефоне спрашиваете вы? А я вам отвечу, что самая амбициозная мобильная RPG 2019 года. Вот как. Raid Shadow Legends. Я ничего не имею против рекламы всякой хуйни. Ради бога. Это деньги. Но вот мне так кажется на самом деле, что, ну, наверное, все-таки не стоит в таком случае предъявлять людям за какую-то принципиальность, если сам ты, повторюсь, ведя канал о том, что в видеоигровой индустрии происходит какое-то говно, рекламируя при этом игру, где без лутбоксов и микротранзакций играть в принципе невозможно. Ну, типа, серьезно, разберитесь тогда уж со своими какими-то принципами, я не знаю.